Учитывая высокую популярность таких массовых внедорожников на таких рынках, как Китай, Ближний Восток, США и даже Индия, бренды теперь разрабатывают полноразмерные внедорожники класса люкс. Audi также присоединилась к этой группе. Недавно в Китае был замечен тестовый мул Audi Q9, который будет конкурировать с Mercedes-Benz GLS и BMW X8, когда поступит в продажу в 2023 году. Этот таинственный закамуфлированный автомобиль также был замечен и в составе испытательного парка компании Audi. Эксперты отмечают, что он может также быть ранним тестером первого полноразмерного внедорожника от бренда с четырьмя кольцами, о котором ходят слухи. Audi Q9. Как известно, в линейке внедорожников Audi Q8 занимает первое место, но он не является самым практичным из всех. Это звание остается за Audi Q7. Однако новые шпионские снимки, появившиеся в сети, на которых изображен более крупный внедорожник Audi, намекают на появление полноразмерного внедорожника в рядах Audi. Судя по иерархии, предстоящий трехрядный Audi будет называться Q9. Самодельный кузов испытателя явно основан на Volkswagen Atlas, но передняя часть новая и имеет дизайн решетки радиатора, типичный для внедорожников Audi. Возможно перед нами тестовый образец Q9, созданный специально для проверки силового агрегата и соответствующих систем охлаждения. Atlas использует растянутую версию платформы MQB от Volkswagen Group, разработанную для обычных автомобилей, но любой Q9, скорее всего, будет ездить на растянутой версии платформы MLB EVO, премиум-класса, которая используется в нескольких Audi, включая Q7 и Q8. Судя по шпионским фото, капот определенно выглядит как у автомобиля марки с четырьмя кольцами. Массивная шестиугольная решетка радиатора осталась на своем месте, а импровизированный блок фар закреплен под капотом. Еще один набор проекторов со светодиодными лампами DRL можно увидеть на бампере. Кроме того, тестовый экземпляр имеет черную облицовку, которая проходит через колесные арки. По бокам ожидается, что Audi Q9 продемонстрирует свою длинную колесную базу, которая поможет ему разместить три ряда сидений. Возможно, он будет предлагаться с различными вариантами легкосплавных дисков размером от 19 до 22 дюймов. Задняя часть также выглядит очень типично для Audi. Она отличается широкой стойкой, а задний спойлер усиливает эффект приземистости в дизайне. В начале года сообщалось о том, что Audi Q9 может получить под капот 4-литровой бензиновой V8 мощностью 600 л.с., а также гибридную силовую установку с возможностью зарядки от сети. Другой информации с тех пор не появлялось.